обертат увидел мир съемочка пошла опа друзья всем доброй ночи 4 утра на часах мы перестраховались сегодня забросились по новой как известно в прошлый раз нас погнали из зоны но мы вернулись домой мы немного отсиделись перестраховались вышли сегодня в три ночи пересекли в три ночи колючку так чтобы уже не было точно никого сейчас херачим прошли первый час вроде нормально слышали только что то ли медведь то ли лося какую-то штуку слышать не знаю что это было короче нам пройти нужно 12 километров до нашей точки в этом дрезину оставили нашу и будем как бы двигаться что ребята в этот раз у нас хорошее предчувствие думаю все пройдет на ура процентов 90 гарантии даю о прошлый раз немного было палевно везде мы все уроки ушли теперь когда выходим из дома уже нужно шифроваться до самого на что с них ушел потому что нас вычислили по следам тогда мы специально подождали несколько дней чтобы с них полностью растаял и теперь без всякого подозрения чтобы нас никто не заметил мы забрасываемся надеюсь наша дрезина там еще стоит на рельсах никто и не нашел сейчас мы это увидим и короче пацаны все у вас миллион на канале мы все-таки продолжаем нашу миссию и всеми правдами и неправдами из шкуры вылезем но все-таки сделаем задуманное и доедем на криосановской дрезине прямо до ядерного реактора все для вас путь дорогу к реактору на дрезине мечты должны сбываться ребята делайте все для своих мечт мечт ребят больше всего мы переживаем за то чтобы наша тележка была на месте но к счастью мы ее оставили в таком месте там заросшая заросшая дорога вряд ли я думаю и начала полиция ну по идее все должно быть нормально в любом случае вы сейчас сами все увидите на месте тележка или нет буквально через считанные минуты немножко скептизма ваши слова нам осталось не две минуты идти а очень еще дофига сколько я имел ввиду две минуты ролика идти там конечно еще очень далеко увидите еще темно первая достопримечательность у нас на маршруте короче после колючки зашли всего домики более-менее сохранившийся нормальный сохран слушай так и что здесь живо привидение или космические шансы не знаю сейчас посмотрим но окна нету как мы видим но все равно надо посмотреть по наши черные дома попадаются не так часто к чему это они почернели дима чё почернело я думаю такая аура у дома была не особо хорошая хотя об зоне всегда люди хорошие только жили поэтому не имея ни малейшего понятия ребята пошли посмотрим показали щуки тушили заходит я же вы поняли это щас зима мы пару дней назад были щас опять закинулись это просто снега ставил и там реально сейчас могли медведи проснуться и греться ну что то холодно то жарко природа с ума сошла вот такие аномальные явления поэтому там может внутри что-то и сидеть да домик конечно теперь домик конечно капец полностью провалилась крыша и все ему конец вот такой сохран тут плохой ребят такси вроде бы ничего на самом деле сохран но все равно красиво это примечательность можно тут если что в целях экономии денег чтобы не платить это чё за ночевать вот хочешь да я бы не советовал лучше поискать другой дом с целой крышей можете меня оставить сами на столок пойдете под шашвычок а я тут там отпускаешь друзья шестого ранку на часах скоро рассвет нам до рассвета нужно еще уйти пустой брод перейти и добраться до нашей точки где мы можем спрятаться до следующей ночи потому что патрули с ума сошли в зоне всех принимают очень тяжело идти мы идем реально в три ночи сейчас уже шесть под рассвет надо будет опять прятаться потому что выйдут и пограничники и патрули собаки по выходят даже медведи мне кажется уже на этих работают на погоны поэтому тут такие мне кажется что уже это волки с передатчиками какими-то современно еще двадцать первый век а где дима ладно мне кажется что двадцать первый век уже могут и в животных вращать и вживлять какие-то датчики чтобы они это стал кирова вели потому что что-то дело не ладно ну короче чуть-чуть нам осталось пройдем еще пару часиков и думаю нормально буду расцвета на где-то схоронимся сошел туда можно под пол нырнуться 3 пускай нас тут я думал или кто найдет накрываемся листьями будем спать ну что ребят тележка все в порядке мы ее нашли хорошо хоть мы немножечко припрятали ничего не ржавела все четко реборды мы сейчас сняли и так как очень плохом состоянии тут железная дорога мы попытаемся параллельно железки вон идет вал железки параллельно железки по грунтовке ехать сейчас вы увидите что из этого выйдет все готово понеслась все друзья сейчас поедем наши железнодорожные резина сняли реборды и поедем по грунту попробуем как она справляется с грунтом а ну димон что поднимешь меня включаем специальный режим это раздельный то есть тут отдельно включается правый левый двигатель так что-то она нас держится выключу за счет этого мы можем как бы поворачивать немножечко то есть левые колеса тормозят правый газует и она чуть проскальзывает и поворачивает хотя руля у нас нету ну шо пробуем плавная буксуем так еще а ну подтолкни сзади поль да ты понимаешь нужна идеально ровная поверхность малейшее бревно мы сразу упираемся все беда ну шо есть вариант как бы могут все встать тогда будет легче буду просто подозовывать и кто-то будет направлять мокрые листья пробуксовывают я боюсь чтобы она не сломалась потому что ее все-таки понести не дэ да не дэ что давай руками ее перенесем на рельсы уже да тогда ставим на рельсы ну просто что сейчас провода эти не по обрывали корчами разные да да я тоже думаю что мы что-то можем сейчас повредить и это будет полный капец что-то а вон кстати пацаны железная дорога вон железная дорога буквально 50 метров что переносим руками да переносим ребят короче никто не ожидал что придется столько носить только обносить потому что железная дорога просто в ужасном состоянии тут пройдем да идем аккуратно аккуратно яма еще одна все пацаны мы выходим на железнодорожную насыпь аккуратно подъем немножко скользко это пипец держите чтобы она вниз не скатилась мы держим на придерживаться чей пульт тянется и вы посмотрите вот туда вот посмотрите вот такая дорога нам предстоит но это лучше чем ехать по той грунтовки ужасно сейчас будем пилять бензопилов дело так у нас бензопилка который будем резать поэтому проблем нет у нас есть сейчас маршрут прорезем спереди сколько у нас две бензопилы одна привязать можно и как безумный макс херачить нормально думаем проедем димон а здесь когда последний раз транспорт ходил но судя по накату судя по накату очень давно но здесь наверно в 2005 году это последний раз когда здесь ходило что то что запыхался чутка есть она больше хочу еще добавить ребят посмотрите что я тут обнаружил вы видите вот эти ямы знаете что это такое это шпалы они сгорели тут нету шпал представляете нет шпал когда был лесной пожар они выгорели получается рельсы просто лежат я переживаю чтобы они не разошлись вправо влево надеюсь все будет нормально сейчас проедемся ну короче по этим рельсам уже поезд точно не поедет потому что нету шпалу вот это вот вот это понимаете это костыли это гвозди которыми забивали они просто в землю в земле да не просто земле потому что тут была шпала вот ее смотрите отошла от нее осталось пепел и какая жесть ну что ребят настало время замерить радиацию запускаем наш радиоскан ставим его на бету и мы уже слышим что он дико пикает йо-моё ребята только включил уже восемьдесят один давайте померяем грунт меряем по альфе наше хуже бета или альфа ну ты знаешь все таки мне кажется что хуже наверно бета хуже 126 ребят но сечу превышение в 5 раз 6 раз даже но это не сильно страшно на самом деле несколько часов здесь можно находиться безопасно но задерживаться не стоит поэтому мы ставим наши реборды и как можно быстрее сматываемся с этого места опа опять же пикап что ребят ух ты что-то нажалось ну что прикрутили мы реборды поставили на рельсы и попробуем поехать потихоньку я не знаю что у нас получится да давай сначала я один чуть-чуть попробую я не знаю какой сейчас видишь от нас у нас примут ну ладно ездить ну вот это мне кажется я сейчас тормоз с газом перепутал вы видели ветку как оторвало ну страшно немножко что прибор не повредить так пока вроде бы едем смотрите то есть он как танк проламывает все эти мелкие ветки нормально нормально главное что Саша чтобы провода не порвало провода то эту ерунду я перевяжу главное что прибор не отломал вот есть запасные да если что нет запасные есть ну что давай попробуем проскочить очень толстые вот такие деревья толстые проламывать я прям не верю надо резать ну что как идет то вообще я прям удивлен просто как танк она вот этим вот бортиком вот вот этим вот просто срезает деревья мелкие и вот так подгибает под себя и мы летим просто огромный вес она же тяжелая рельсы кстати рельсы хорошие они не повредились после пожара берем пивочку погнали пока так ну что наш стиль не будет ну что она слышит а то ли мы цепь неправильно одели да ладно не оплатите ну что ты не слышишь ты не слышишь кстати я уже так заигрался и забыл что мы в зубе пипец в этом смысле это не нормально пипец а где ближайшая точка где люди Слушай, на ближайшей точке в километрах восьми, но здесь люди постоянно передвигаются, поэтому никогда никогда не знаю. Лучше быстренько уходить отсюда, ребят, давайте завозим нашу дрезину и летим все силы. Нужно перенести и ехать дальше. Ну что, поехали. Поехали. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Скорее осталось уже немного Ну что, ребят Неожиданно железная дорога стала Очень хорошего качества Видно, что ее восстановили полностью И смотрите, что мы тут нашли Резина! Сейчас вам покажу, тормозим Посмотрите, вот наша современная И советская Да, я могу сказать одно Что железную дорогу прямо сейчас Восстанавливают Вот, посмотрите сюда Ты видел, какой ключ? Как думаешь, зачем он? Ого! Не сложно догадаться, что им крутят вот эти вот О, они закручены-то Еле-еле, ребят Вообще, смотри Почувствуй себя работником Железной дороги Ой, ё-моё О, какой лом! Я называю уже по-раздиратель Таким разбирателем Можно проникнуть, наверное, куда угодно Смотри, как Головка, видишь? Смотри, размер у нее Такая штука Очень классно дверь обомать На самом деле Я думаю, что взрослый раздиратель Смотри, даже перчатка есть То есть тут работы идут И нам надо быстренько проехать Вдруг рабочий сейчас явится Потому что сегодня рабочий день Сегодня не выходной И надо поспешить И быстро отсюда смыться Вот там, кстати, они стрелку, походу, делают Мы только что проезжали И, блин Это опасно, ребят Ну ладно, погнали Садись Садись, садись Садись, сейчас покажу Восемь колес Восемь колес Два спереди, два сзади Почему так, я не знаю Одним, одной Садись, подъедь Все гремит просто капец Наша очень тихая Потому что у нас резиновые колесики А там, вы видите, железо Какой крохот Скатится легкая Прикиньте, мы почти месяц нашу собирали Тут уже готовые Мотор только вставляй и едь Кто бы мог подумать Да А за сними круто Вот эта колеса Все Посмотрите, гляньте, ребят Как сделана совесть Кстати, гайки вообще Вы смотрите А, они все не закручены Конечно То есть Железку прямо сейчас Ремонтируют Сейчас я вам еще кое-что покажу О, перемычка Таким образом мы боялись У нас переступлялся А она тут лежит еще снято Их две На одну сторону На другую Вот в эти дырки На стыке Эти перемычки Да, на металлом любят сдавать Смотрите, какой палочек Класс Так чувствуется прям металломощь Ну что, нам надо быстро ехать Пока они пришли рабочие Так, друзья Да Вы давно просили показать Зону еще раз сходить Слетится с Криосаном Вот Криосан сам Подарил нам на миллион Дрезину То, что вы просили Оно самого Обращается в жизнь То, что вы хотите Вот оно есть Все мечты сбываются И была наша детская Давняя мечта Покататься на дрезине По железной дороге А еще и в зоне отчуждения С Криосаном Друзья У нас миллион на Канаре Мы с Криосаном Гоняем по зоне отчуждения На дрезине Ребята, ребята, ребята А это мой вам подарок Местная Хорошая С далекого 86-го года Ребята, садитесь и едьте Она облученная Ну да Мимо, Саша Надо валить Валить надо Быстрее Давай Ну что, предлагаю Вначале по чуть-чуть Разгазовый сус Главное, чтобы в понедельник свистели Ух так Смотри, бурды У нас там немножко травы позастревало Траву может вывезти, Саша Да ладно, пофиг На повороте рельсы Что делают? Расширяются всегда Да все, наверное Можно либо все рельсы И либо колеса оставить Она полуразобрана Железка Мы едем по полуразобранной Сус Стой, стой Стой Ты что там опасно А люблю когда опасно Ну или реборды оторвать Или на него не пока лучше Вот еще одно такое место Притормози Да что вы боитесь Блин, нет Мы оторвем Мы дальше просто не поедем Да, гораздо лучше всего по снегу Наконец-то Вообще, прям неужели Наконец-то Споживай відповідально Їсть безпечно Да, у нас нету ни снега Викив, выпив, закермо не седай, Саша Ты же не пьешь Ты же не пьешь Алкоголь не употребляешь Выпив, закермо не седай Смотрите, пацаны Нема просто куска рельсы Ее, наверное, не успели положить еще Слушай, ёхтер поднимет Хорошо же мы заметили Да, ночью можно было бы налететь К слову, Саша Может быть тебе будет интересно Рельсы железнодорожные марки Р-65 Один метр важит сто килограммов Один метр Вот кусок Вот То есть перейти поставить ее сейчас вообще не вариант Что, переносим или летим дальше? Давайте, да Переносим, ребят Ребят, вот он тот момент Мы наконец-то доехали Где восстановленная железная дорога И старая Видите, сзади старая убитая прям И спереди, посмотрите, все прям идеально Хотя не все идеально там дальше Но она прочищена Короче, наконец-то мы будем ехать по нормальным рельсам Погнали Переносим через стрелку и погнали Посмотрите, пацаны, какие радиоактивные болота находятся по бокам Вот как О, ехали, бабай Редактор субтитров А.Семкин Да, не хочется, конечно, носом туда вниз полететь Вау, ребят Это такой кайф Вы даже не представляете Дай полный газ Это просто бомба Ребят, мы едем Мы реально улетаем от удовольствия Это просто улет Это не передать словами Железная дорога классная Ты едешь по зоне, просто кайфуй Никакой охраны тут, никого нет Ну как они сюда пройдут, вы подумайте Сами они с машиной сюда не заедут Ты на столько железнодорожным транспортом Смотри, осторожно, а тут там какая-то ерунда Это просто бомба, ребята Это просто кайф Не передать словами Ну просто Ну не знаю, я не знаю, как это объяснить Ну так круто, такое ощущение вообще На все атомные электростанции, ребят Проложена железная дорога Абсолютно А вы где территориально? В 10-ти километровой зоне уже? Да, мы уже в 10-ти километровой зоне И нам уже остается 10 километров до Припяти Хотя нет, подожди, еще может не десятка Нет, это уже давно десятка Десятка идет параллельно нашему пути Она где-то приблизительно в 5 километрах от нас справа Слышишь же железное дорожное поводное? Это Степан поводное строил? Это Степан поводное Майор Немчинский Все они здесь приложили свою душу и руки Ребята, мы здесь катим Эта мечта была, ну, наверное, большинства сталкеров Которые ходили по этому маршруту Это один из самых сложных маршрутов вообще в истории всего сталкерства Чернобыльской зоны отчуждения А мы здесь с таким удовольствием просто катим Вообще, когда суд дает газку, вот сейчас я просто улетаю Ну, смотри, станция железнодорожная Сейчас посмотрим, что это такое Очередная станция Субтитры создавал DimaTorzok Ребята, вы опять смотрите, что творится Вы только посмотрите Вот это постоянно мы вытаскиваем кучу какого-то непонятного Ну, надо чистить, чтобы колесики не забились, чтобы не было лишнего трения Погнали, Сус? Потери электричества Погнали! Друзья, спасибо вам всем Мы ради вас это стараемся делать, чтобы показать вам такую красоту И благодаря вам у нас миллион на канале Так что я хочу вас радовать, чтобы вы радовались, получали настроение хорошее И дарили другое настроение другим И вместе мы сделаем мир добрее Друзья, катаемся в зоне отчуждения на миллион на канале Криасан подарил тележку Мы едем на дрезине, на электрической Green Power Energy Порядок Водичка спасена Да, ребят, тепло одеваемся, потому что ветер дует и холодно Холодно ехать А так в целом все просто бомбезно Наконец-то мы выехали на прямой участок дороги Где нет таких диких чагирей, как было раньше Мы просто можем наслаждаться дорогой Но я вам честно скажу, это нелегкий путь был И, наверное, один из самых сложных до этого момента Турне в Чернобыльскую зону отчуждения Ну что, ребят, смотрите Вот где мы находимся А вот это вот Припять Вот Припять А вот, собственно, сама атомная электростанция До Припяти остается чуть больше 10 километров Но мы не остановимся на Припяти Мы хотим поехать на саму атомку Не знаю, получится это или нет Но как минимум до пятого Недостроенного энергоблока мы должны на ней доехать А там увидим Может, доедем даже до четвертого До скольки нас пустят Погнали? Да Ребят, сейчас какой-то капец будет Смотри Газуй, газуй, газуй Ее-мое Снял ее или нет Вы что, долбанула, да, Димон? Нормально Пока пешок прошло Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят Вот мы подбираемся к Припяти На самом деле это очень знаковое место по этому маршруту Потому что когда ты подходишь к этому К этим вагонам К этому маленькому составщику То ты уже практически в Припяти И сбылась наша, наверное, всеми любимая мечта Мы доехали сюда на Дризиль Никто в это не верил Это было дико сложно Но мы показали еще один раз Что в зону можно заезжать как угодно Заходить как угодно Хоть это нам далось непросто С одним протоколом Надеюсь, он один и останется Но мы практически у цели Мы практически у Припяти Не верится Неужели это было так нелегко? Потому что путь был действительно длинный Сколько там? 40-52 километра, да? 52-53 километра Такие маневры понаделывали Капец Пиляли ветки, пиляли деревья Но в целом мы идем быстро Даже быстрее, чем ожидалось Обгоняем график Что я хочу сказать Что, короче, несмотря на то, что Вот, видите? У меня уже перчатки хванят, кстати Короче, несмотря на то, что вроде бы чисто Здесь больки накинули Перчатки И у вас здесь грязно, конечно Не забывайте о том, что все-таки Мы едем к Припяти Западный след И пятнами выпадают Пятнами, смотрите Сейчас мы померим колесную пару Давай Просто оторванные колеса валяются Аккуратно Мерим прямо на самом По идее грязном участке И мы видим, что тут ничего нету Чистенько Да, но мы не взглядимся Может еще вот здесь где-то отложилось Давай померим здесь Здесь тоже, ребят, чисто Ребят, впереди переезд Это последняя такая очень строгая Очень опасная точечка Мы ее быстренько Пуп-пуп-пуп Перешанкаем И мы засейвились у себя в домике В Припяти Чуть-чуть нам осталось Этого длинного отрезка Этого длинного и сложного маршрута И мы уже в домике И завтра Ночью мы будем спать Мы будем спать, храппеть, отдыхать Наконец-то Мы дико устаншие Темнота будет ночью Сейчас попробуем доехать максимально к Припяти Зайдем к Припяти, переночуем А продолжим дальше Завтра в реактор Завтра в реактор поедем Ребят, сейчас у нас опасный участок Очень опасный участок сейчас Нам надо проехать переезд По которому могут ездить машины Переезд примерно там, где те провода То есть уже недалеко до него Нам надо будет быстренько проскочить Либо тихонечко подъехать Посмотреть, что никого нет Дать полный газ и проскочить А это главная дорога, которая в Припять идет? Это главная дорога, которая идет на Шипелище Понимаешь? Если там кто-то будет ехать То это точно будет полиция Полиция Чернобыльской зоны Поэтому садимся и Но самое страшное в этом всем том Что просматривается ветка на несколько километров И мы уже здесь палимся Вот в чем самое главное Я понял, что ты имел в виду Я думал, ты говоришь Дорога просматривается Ветка просматривается Ветка просматривается Вот эта ветка, та ветка и наша ветка. Ладно, полетели. Друзья, едем. Осталось совсем чуть-чуть. Это мы прошли самый стремный переезд, да? Да, это был переезд, по которому ездит охрана. Пипец просто, ребят, это было конечно опасно. Ребят, мы наконец-то увидели реактор. Вот она, арка прямо перед нами. И вон она, огонь украшенький. Сейчас Димон заснимет на зум. Арка атомного реактора. Тихо, тихо, тихо. Это впереди уже станция Янов? Да, это впереди станция Янов. А сколько расстояния до нее? Здесь, меньше километра. И там эта охрана, да? А то вагон мы уже видим, да, желтенькая что-то. Короче, предлагаю сейчас прятать резину. И немножко пройтись вагон и подснять. И все, и сматываемся мы с нахатом. Потому что ребята уже становятся опасны. Мы в очень охраняемом месте опасным. Надо действовать очень быстро. Очень быстро. Че, погнали? Погнали. Погнали. Ребята, ну что, сейчас мы прячем дрезину, и завтра у нас супер ответственный день, потому что мы едем на сам четвертый реактор Чернобыльской атомной электростанции, тот самый, который взорвался. Пожелайте нам удачи, пожелайте нам успехов, чтобы мы не попались в охране, хотя это будет очень сложно. На станции 100 метров осталось, сейчас темнеет, мы не сможем уже снимать, поэтому прячем дрезину и идем в спадки. Завтра утром продолжим. Я даю 99% что не спалимся. Да ладно, прямо на атомной станции? Да. Ну отлично. Но сегодняшний день прошел безукоризненно. Сколько процентов, Димон, завтра что реально спалимся? Слушай, ребят, я немножко побуду оптимистом, но я даю процентов 95, что у нас все пройдет отлично. У нас есть маленький секретный план, как это все обойти. Поэтому, если у нас до этого момента, именно в этой вылазке все идет хорошо, то и так дальше должно идти. Тем более, что у ребят 1 миллион подписчиков. Мы едем на дрезине, и завтра мы так и доедем до энергоблока. Пацаны, я вам хочу сказать, что эта экспедиция получилась благодаря только тому, исключительно, что у нас очень большой коллектив был задействован во всем этом мероприятии. Нам люди помогали на всех этапах. И реально, ну, мозг Димона, понимание вот этой структуры Чернобыля, технический мозг Криосана, наша, как бы, творческая креативная группа, и все вместе, только большой командой, сплощенной вот так вот, мы можем делать большой результат. И в этом, как бы, кайф, в единстве. Иметь много надежных людей, на которых можно положиться, и вот такой вот армией реально идти и свергать горы. Все, до встречи в следующей серии.